Как получить президентский грант и эффективно его использовать, рассказывает директор инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев. Его проект попал в топ-100 России. Также он проанонсировал и первый всероссийский форум «Живые инклюзивные практики», который Самарская область организует и принимает в следующем году. Благодаря поддержке фонда президентских грантов и региональных органов власти, мы будем постоянно работать в четырех ведущих направлениях инклюзии у нас в Самаре. Охватим и волонтерство, и туризм, и благотворительность, и декоративно-прикладное искусство. Ребята смогут научиться на социальных проектировщиках и выигрывать свои гранты, получая дополнительные деньги и в Самарской области, и в другие регионы Российской Федерации. Активнее работать с некоммерческими организациями неоднократно поручал президент России Владимир Путин. Самарская область – один из лидеров в этом направлении. В регионе более четырех с половиной тысяч некоммерческих организаций, работающих практически во всех сферах общественной жизни. В рейтингах по поддержке НКО и социального предпринимательства Самарская область на четвертом месте в стране и первое в ПФО. Общественные палаты регулярно проводят обучающие семинары для руководителей НКО, где в качестве приглашенных экспертов выступают специалисты регионального и федерального органов. Некоммерческие организации могут получать поддержку из бюджетов разного уровня. Из муниципальных по результатам областного конкурса по программе президентских грантов. На конкурсах 2019 года 82 самарских проекта получили гранты на общую сумму 160 миллионов рублей. Еще один способ участия в губернаторском проекте – содействие, когда жителям нужно профинансировать до 10% проекта. Так, например, жители Кировского района смогли обустроить около дома площадку для дрессировки и выгула собак. Изначально обратились в отдел благоустройства администрации Кировского района. Нам сотрудники посчитали, предложили смету. Изначально проект был довольно-таки дорогостоящий. Мы решили, посоветовались с жителями, что такую сумму не сможем собрать. А без этой программы мы никогда бы, наверное, не смогли бы себе позволить такую площадку. Количество инициативных заявок на реализацию губернаторского проекта содействия растет с каждым годом. Если в 2017 году поступило 13 заявок, то в 2019 – 167. За три года на реализацию общественных инициатив выделено почти 300 миллионов рублей. Хочу вас искренне поблагодарить за вашу активность, за ваше неравнодушие, за ваше желание менять мир к лучшему. Но еще больше. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы это желание в полной мере реализуете. Активно участвуя в реализации национальных проектов, выходя с инициативами, которые буквально преображают окружающий нас с вами мир. На пленарном заседании подвели итоги работы форума. В течение дня участники работали по двум секциям – человеческий капитал и комфортная среда для жизни. А также знакомились с выставкой лучших общественных инициатив, поддержанных губернаторским проектом «Содействие» и проектов НКО – победителей конкурсов фонда президентских грантов. Мэри Илчан, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.